шаббат шалом дорогие друзья с вами равен каплан и мы сегодня поговорим о недельных главах торы тазрия митсура название недельный глав торы как известно выбраны не случайно каждое название указывает на суть обозначала им предмет в названиях недельных глав отражено их сущностное содержание так мы видим что некоторые из них названы не по их первым словам как в большинстве случаев но по какому-либо следующему слову которая более точно отражает тему недельной главы таким примером может служить и название нашей недельные главы тазрия за общим видением и говорил бог обращаясь к маше сразу следует слово женщина иша если женщина зачнет и родить сына и тем не менее мы не называем эту главу иша но называем ее тазрия зачала буквально знак значение слова зрия это посев и здесь тура говорит о процессе зарождение человек человек удостоен двух миров мира материального и мира духовного так сказано в медраж раба на недельную главу тазри но жизнь его начинается до того как он заплачет или откроет глаза или даже еще до того как он находится в чреве матери так сказано в теге лиме 139 1315 а митсура начинается заповеди об очищении прокаженного эти главы почти полностью посвящены различным дефектам кожи и описанию разнообразных методов лечения в чем смысл этих глав дорогие друзья давайте попробуем разобраться начнем мы с вами с того что после изгнания адам и хава были одеты в так называемые кетонет ор кетонет ор обычно переводится как кожаная одежда дело в том что изначально одежда адама тоже было кетонет ор одежда и света после того как запретный плод был съеден и адам попал материальный мир его кожа перестала светиться появилась внешне и внутренне и внешне я перестала отражать внутренне алиф один превратился в айн 70 внешне я получила возможность преобладать над внутренне и наши мудрецы обращают наше внимание на то что в ходе очищения от всех кожных заболеваний общим знаменателем является погружение в микву или естественный водоем однако погружение в микву недостаточно так как даже после погружения в микву очищение наступает только с окончанием дня после того как солнце сядет он станет чист и после этого сможет есть карбан то есть он приблизится вайкра 22 7 мы уже привыкли к тому что все книга вайкра действует по одному и тому же алгоритм исправление исправление пространства времени и человек рассмотрим теперь детали процесса на основании высказывания талмуда барахот 2b талмуд интерпретирует эту фразу несколько необычным образом после того как солнце сядет он то есть день станет чист что меняет понимание этой фразы зачем ставить ударение на то что день должен быть очищен талмуд говорит о двух уровнях исправление исправление времени и исправление человек человек в чем же состоит разница дорогие друзья если цель нашей жизни это приближение к источнику жизни то в тех случаях когда наши действия уводят нас от всевышнего мы теряем так сказать вдвойне во первых мы ушли еще дальше чем были а во вторых было потеряно время которое могло бы так сказать потрачено с пользой эта ситуация дорогие друзья хорошо отображена на следующем примере если кто-то был обижен вашим поступком то первое что необходимо сделать это исправить последствия этого поступка первая стадия так сказать этого процесса это погружение в микву она соответствует исправлению наших действий также как и вода смывает все нечистое также и мы должны очиститься и вернуться к нашему незапачканному внутреннему начал раф кук например обращает наше внимание на психологический аспект прогружения в микву все неправильные действия или патологические черты характера человека связаны с одной единственной ошибкой потери связи с источником находясь под водой мы всем своим существом понимаем что мы не можем жить без воздуха не можем существовать без связи со всевышним но и этого дорогие друзья недостаточно после того как связь была восстановлена мы должны воспользоваться ею и стать ближе к творцу это происходит в результате второй стадии очищения и после этого сможет есть карбан приближение карбан однокоренное слово скирув означает приближение и дает нам окончательно исправление наших отношений со всевышним вдобавок исправлению элемента времени мы тоже очистились и обновились это уровень тихар говра то есть человеческого уровня на котором само неправильное действие наша ошибка приводит к усилению связи и приближение мудрецы понимали царат не как болезнь а как чудотворное публичное разоблачение грех злословие как бог создал мир словами так и мы можем создать или уничтожить все наши связи и наши отношения словами почему именно в случае лошон гора злой речи да потому что речь это то что держит общество мести именно поэтому лошон гора так его и разрушает она подрывает доверие это заставляет людей подозревать друг друга и ослабляет связи которые держат группу вместе если ее не остановить лошон гора уничтожит любую группу с которой сталкивается семью команду общину и даже всю страну отсюда и выходит ее уникальная вредоносный характер она использует силу языка чтобы ослабить то для чего язык был создан а именно доверие которое поддерживает социальные связи вот почему дорогие друзья наказанием за лошон гора было временное изгнание из общества с помощью публичного разоблачения знаки которые появляются на стенах мебели одежде и даже на коже человека это стыд это рваная одежда это принуждение жить за пределами лагеря трудно даже невозможно наказать злое начало или сплетника используя обычные правовые нормы и суды человек заболевший сарат называется ме цора мудрецы говорят что это слово образовано из двух слов му ци и ра му цишем ра тот кто придумывает дурное имя давая дурное имя тому объекту в котором скрыты и хорошие потенциалы он отрицает возможность проявления добра как для себя так и для других поэтому жизнь добро или добрая и светлая наполняющая человека радостью и продлевающий его существование а смерть которую приближает все плохое разочарование и продание в руках языка как вы это знаете в стихе этот закон для митсура содержится намек на то что занятие торой дорогие друзья главное исправление ущерба нанесенной языком человека то есть лекарство для языка как называет тору царь шлама в своей книге притчи мишлей и конечно же добрые дела и поступки соблюдение заповеди этого дорогие друзья нам всем и желаю браха вас лаха будьте здоровы шават шалом ваш раввин каплан а